поставок американских танков танков леопард и собственно британских челленджер вот реакция москвы оцени пожалуйста там ведь и от того что они теперь окончательно считают вовлекшимися в войну странами надо ну понятно сша понятно значит британия там и европейские страны и рассматривает именно таким образом дальнейший ход событий и тому подобное на твой взгляд как ты это принимаешь является ли это предлогом для москвы для дальнейшей эскалации именно в отношении западных украина куда еще дальше эскалирует поговорим давайте по порядку оценки чего-нибудь стоят когда за ними следует 10 западают оценкам где он действия соответствующие предпринимает украина дает оценки предпринимает соответствующие действия что стоит за это оценка вот нато и сша вовлечены в войну с россией что дальше но они же грозят они пытаются изобразить что что они будут делать ну и не знаю они будут дальше грозить на этом все но 101 китайское предупреждение китай уже давно себя ведет не так на послужить засталось поэтому это пустые слова которые можно совершенно это что-то типа между полемика между привоженным и строков кто-то уже ни о чем и чем не закончится который сейчас развиваю развивается в русскоязычном семье поэтому это все эти оценки угрозы смешно просто маленький у меня уже я тут перебираюсь со стороны в страну у меня ошибка произошла сегодня четверг 26 я поэтому обращайте внимание это бывает такое ну прямой эфир как вы хотите вот у вас еще четверг а у меня уже пятница так что будем поэтому мы продолжим извини что я перебил можно дальше но сегодня налет это одна из главных новостей для украины по заявлению заложенного командующего было запущено 55 ракет из них были 47 крылатых 20 в районе столицы прямо на киев или на киевскую область переуправляем ракеты x-59 дпп в острове они предназначены для борьбы с полоками же теоретически можно и в электростанцию отправить три из них тоже сбили всего погибло это по состоянию на 11 часов вернее на 15 часов по представителю гс чс хоруджи 11 погибли 11 получили ранее в результате сегодняшнего подарка актуально на 15 часов возможно изменилось новые данные пока не вот ну шахиды были вчера ночью сегодня ракеты по заявлению министра министра энергетики наиболейшие проблемы в одесской венецкой киевской областях с кратковременным включением светом вот так успел сообщить что возвращаться к плановым плановой подачи света поэтому эффект можно оценить по разу я думаю что он не тот который ожидал страны который применял эту ситуацию этот обстрел так но ты полагаешь потому что я видел оценки по количеству сбитых ракет системы пво при всей щекотливости для нашего диалога этого вопроса тем не менее ты полагаешь что это возрастает точность эффективность средств праву пво который считает территорию украины чего щекотливость можно процентах посчитать 47 на 100 и делим на 85 процентов сбились это высокий показатель потому что средний где-то 75 80 возрастать сложно сказать нет у нас пока устойчивого графика в котором стабильно 85 или больше 80 всякое бывает в этот раз 80 из крылатых я и я к тому что вот западные средства эти на самцы айрисы и так далее действительно прошло уже какое-то время после поставок они не крайне эффективны неоднократно заявлял президент и министр обороны что 12 пусков 12 попадает но президент вроде как нет он говорил что все 100 100 процентов эффективности я точно не помню на министр обороны говорил 20 пусков 20 попадает 12 пусков 12 попадает это очень эффективность доводило что вы понимаешь есть нелинейная зависимость сам факт наличия систем пугов который сто процентов попадает почти сто процентов это не значит они дага должны оказаться в нужном месте в нужное время это должна сработать разведка анализ запуска во вторых противник постоянно меняет приемы и способы хотя ограниченность изменениях меняет и там от тактики очень много зависит попали не по поэтому сегодня высокий процент на этом нужно радуется но один из этой нашла у нас и тренингах это одно и то же ну вот смотри давай теперь по карте посмотрим потому что давай уже только не закон закончим если вот что что такое таки западные как это нам нужно оценить леопард 2 это основной танк нато челленджер и абрамс это основные танки бальта великой британии соединенных штатов основной танк нато в большинство стран нато вооружены леопард значит даже если не брать все остальное только за систему управления огнем леопард различает цели типа танк бмп ночью с 5000 с 5000 метров а уверенно поражает 2 800 ночью система управления огня совершенно и далеко превосходит возможности самых современных российских танков их система управления огня понятно что в ночной дуэли кто будет побеждать дневной ночной леопард леопард вот я представим танковый батальон который ночью пошел где-то контратаку на каком-то направлении это все это оружие меняющие правила игры на конкретном участке если будет бригада или два батальона или три судя по всему будет потому что только американцы дают батальон то же самое абрамс то же самое членджер то как бы это второе после химарса радикально меняющий игру на поле боя но смысле уже наступательным потенциалом на земле оружие это очень хорошая история с нетерпением что судя по разным заявлениям таких танков может быть там читать от 80 до 120 читать и танковая бригада полноценно разные страны заявили норвегии испании так далее и я думаю когда они приедут а наверное нам это непростая ситуация поставить их как сэе подразделение с новой тактика интегрированная в систему боевого ведения боевых действий украины но нам я думаю с куриным темпами к апрелю можно справиться и это будет фактор который способен поменять ситуацию в радикально на любом участке фронта при любом соотношении сестра правила оружие меняющие правила игры в нашу пользу в радикал ну вот мы с этого начали там в общем в москве это истерика разных ракурсах они и говорят разное но это все заявление в основном направлены на эскалацию общую тем чтобы а давай смотрим реальные возможности этой эскалации какие чем они будут эскалировать эти добрые люди я хотел бы понять чем бить по территории нато дальше все понятно ударить по мостам как они страшно за нам рассказывать но я напоминаю сколько воруженных сил украины боролись с антоновским мостом а ведь били не российские грандулеты химарсы которых точность попадания как швейной машинки уже видели все это это заняло несколько месяцев на чем мы говорим какие-то мосты что еще по железнодорожным составом получать это меня разрушена два этажа банковой дальше что кроме нашего ответа возможности у нас есть и они значительно поэтому ну что ничего просто ничего я другого обсудить а слышал ли ты два выступления путина подряд на прошлой неделе на это между ними было большая небольшая но принципиальнейшая разница вся радикальная разница кто не медленно слушал я я был у меня ложка застыла я за обедом слушал поднося карту первый раз он сказал неделю назад он сказал примерно следующий наша задача говорит он защитить территории для нас так называемых на них готовилась подлое нападение вот мы наступили за за русские земли русских людей а на этой неделе он сказал интересную штуку он сказал нам угрожали нашим интересом сопредельных территорий исторически наших территорий мы вынуждены были вмешаться в чем разница разница принципиально территория лнр так называемых которые луганско-донецкой области это измеряемое это можно достичь и когда ты нужно достичь и тогда ты можешь считаться когда говорят интересы интересы это значит остановка войны в любой момент когда захотелось потому что эти нужно в любой момент можно сказать то все наши интересы защищены все хочу такая смена риторики а и у меня есть мнение мнение это заключается в том гипотезу версию я излагаю что возвращение лапина возвращение герасимова вернее постановка герасимова на воинский учет как старшего воинского начальника означает следующее путин на двенадцатом месяце войны наконец-то начал слушать войну эти военные популярные ему объяснили что в исполнении ваших хотелок в силе освобождения луганской донецкой области нереально даже наличными силами даже сводом в бой резерву всего остального что можем сделать можем выйти попытаться на рубеж константиновка константиновка север-юг трассу оставить за спиной и очистное как бы вводное сооружение которое питают донецк донецкой области водой там у них проблемы сначала и это все встать в оборону и торгуйтесь на здоровье вот это я принципе сосредоточив все силы и был силы и бросим мобилизованы я могу еще где-то попытаться как-то реализовать владимир владимирович все остальное абсолютно верю и риторика начала меняться стремительно потому что интересы это неизмеримая вещь не аналитическая и нельзя выразить в цифрах и нельзя выразить метрах в административных границах надо просто какие-то интересы какие-то интересы может быть за секунду закончен сказать вот мы все на этом этапе мы выполнили наши интересы как ты проверишь выполнили никак объявила государство что интересы защитилась а это принципиальные изменения это знаете ли резкое поскромнение это знаете ли понимание что хотелки надо укорачивать и входить переговорную позицию безусловно все эти российские потуги это просто попытка создать более усиленную переговорную позицию это ну такое начало торгу принятия и торговли уже в каком-то смысле меня эти слова поразили до глубины души я так сразу по ушки на макушке интерес ничего конкретно выраженного нет любой момент можно заканчивать это означает что они сообразили в россии всегда было плохо с переводом военных целей политическую политические военные вот они наконец-то послушали военно и военные релизы им объяснили чего они могут а чего не могут соответственно политические хотелки надо уменьшить вот отсюда переговорная позиция базовая которая неформально обсуждается в эту сме и всяких инсайдах что типа оккупированной области и тогда переговоры с российской стороны она вообще призрачно повисает в воздухе потому что ну куда там до херсонскую и запорожскую есть если не уверены уже луганская донецк как-то так мы уже 14 минут в эфире я сразу хочу сказать зрителям что у нас может прыгать связь поскольку алексей там тоже не все просто со связью в киеве что касается меня прекратите фудить я ни в какой не грузии таскать дня встречи совсем на другом континенте так же все нормально не падись значит нас мой 286 тысяч 76 тысяч лайков поставили ну и мы продолжаем давай все-таки карту посмотрим потому что сейчас карту дело в том что все таки многие констатирует и президент зеленский об этом сказал что в общем на на восточном фланге фронта пришедшим в движение москва двигается то есть российские войска таки двигаются по фронту и мы видим это общее движение считаешь ли ты что это именно есть уже начало вот той самой наступательной операции это подготовительное действие с моей точки зрения на начало наступательной операции я думаю что еще месяцок судя по движению но какие-то тактические движения для улучшения своего положения для проверки что мы можем чего мы не можем для сковывания наших сил да это это можно сказать так дело в том что российская армия занимает крайне невыгодную территорию для обороны очень выгодно для наступления и крайне невыгодно для обороны почему для наступления победно потому что тут бьешь центр условно говоря на дне пульс флангов и типа ты молодец но что и всех там окружил но для этого нужно иметь силы сил нет и возможностями если ты солидар берешь 5 месяцев то куда там ведь там на стратегическое окружение значит остается один два варианта либо стать в обороне нельзя путин требует политические цели значит медленным прогрызанием типа как у солидара пытаемся двигаться вперед они пытаются двигаться вперед и вместо стратегических окружений у них еле-еле попытка охватить бахмут еле-еле попытка охватить агдеевку и что-то там двигаться в сторону лимана но не очень получается это имея 330 тысяч войск на территории наш это скверная история потому что когда ты можешь вести интенсивные боевые действия из 1300 километров внутреннего фронта на 80 это очень скверность очень начали движение достаточно тяжело напряженные тактические бои на угле до достаточно напряженные тактические бои в районе донецкого аэропорта опытная водяной спорта достаточно тяжелые бои на северной объекте с попыткой охватить фланга покружить и так далее по-прежнему очень напряженно южнее бахмута самом бахмуте северный бахмут то же самое попытки двигаться на лиман продолжаются отражаются наши вооруженные силы но их злые языки утверждают что наши агребут наступают к криминной в одном месте даже мы наступаем на запорожском направлении какие-то действия на юне орехова но эти действия всегда и по отдельности и совокупно никак нельзя называть большим наступлением не даже серьезной подготовки к нему это прощупывание либо выполнение ранее поставленной задачи большое наступление это когда массы войск пришли в движение но для сравнения тот же углидар по сообщениям самой российской стороны ну когда говорят бригада сороковая ступсерпят этих океанского флота надо понимать что там две роты и здесь берут это даже не батальон поэтому назвать это наступлением никак нельзя наступательное действие до контактическом уровне активные действия до штурмовые действия до но не наступление понятно что солдату в конкретном окопе когда на него плет противник ему все равно большое это наступление либо маленькое наступление он стоит и должен стоять очень тяжелых условиях но с точки зрения его стратегического уровня анонсируемых там страшно больших наступлений это не наступление то есть даже не подготовка к такому даже не подготовки не подготовка это тактические действия на на конкретном местном уровне имеющие свои задачи в том числе оперативно тактические задачи типа окружения бахмута типа окружения абдеевки так далее там возможно развитие успеха до формируются резервы перегруппироваться глубине весь интерь всю интригу ведут их в бой или нет как и каком варианте но пока нет ничего такого нельзя назвать это наступлением когда будет наступление мы сразу об этом скажем вот это наступлю но пока не наступлю а вот эти победные реляции что они чуть ли не на окраинах углидара уже воюют на так что такое победная реляция ну они прошли на тактическую глубину до представим что это правда представим что они сказали какой-то реки правду прошли они два километра в чем тут победная реализация тактическая буду на это ни о чем как прошли так и выйдет обратно но тут такое или остановят там же это несерьезно если мы это сравниваем с заявлениями о большом наступлении вообще несопоставимой величины на тактическом уровне конкретному украинскому солдату на взвод на пункт уборный пункт которого пришлось пришелся главный удар пусть даже двух рот противника конечно не это как это это он там стоит насмерть это в чистом виде подвиг просто его нахождение там я уже не говорю ведение боевые есть что большое наступление что небольшое должен останавливать рот у противника будущее множество это но с точки зрения сравнения заявлены цели и накручена боков большого наступления и вот этих действий это точно небольшое наступление ясно мы 20 минут в эфире и 310 тысяч нас смотрит 88 уже поставили лайки мы продолжим есть достаточно времени вот смотри я думаю что вот на это надо обратить внимание сегодня ты знаешь новый пакет и санкции огласили соединенные штатами и в отношении вагнер чувака так называемый вагнер объект транснациональной криминальной организации из этого много чего вытекает естественно там блокируются на самом деле ряд активов компании связанных с чвк вагнер с самим пригожиным но и компании которые ну они возможно притворные какие-то они принадлежат российским спецслужбам я не исключаю это по перевозке авиационные компании там какие-то уае в дубаях значит находятся какие-то российские компания ну в общем как по всей инфраструктуре идет движение но помимо прочего там такой президент татарстана и ниханов попал списке другие лица мантру в этот пресловутый но вот по поводу все-таки пригожного смотри я потом объясню почему это очень интересно сша вот тут пишут в пабликах начали борьбу с к вагнер день привели признает компания транснациональная криминальной организации внесли в санкционный список это понятно также под санкции попала компания charter green light москву оказывающая авиатранспортные услуги для наемников фирма африка политологи которая в интересах пригожно пытается уменьшить присутствие западных стран в африке компания prime security and development и какая-то села security сервис специализируется на добыче золота и алмазовца чем мы там ко всему этому имеет отношение естественно пригожим а от эротех которая предоставляет вагнеру спутниковые снимки китайская анкша и они space сайенс технологии ресурс институт самолеты и авиадетали на следующем еще не станции базируется вае авиакомпания кредит лавейшн авиатейшн которая все перевозки для чего к вагнер в цар ливи и мали ну и так далее то есть вот смотри многие же ждали что американцы признают и террористическая помнишь это обсуждение было не это покрепче было бы ставку прямо скажем а здесь ограничились всего лишь признанием транснациональные вот этой криминальной организации не знаю как коза ностра как какие-то подобные же организации типа мексиканских наркокартелей или же картели колумбийских то есть это в общем более сниженный статус это не террористическая организация понятно что методы борьбы с ней они не будут более гуманными особенно но все-таки сша не решились признать ее террористической какой здесь смысл над войско как тебе представляется значит во первых нет никаких гарантий что этот статус не будет усилен до террористического во вторых я не знаю какие законы американского законодательства следует непосредственно следствие в случае объявления организации террористической зато знаю что бывает если этот статус криминал это означает что им не их ни разу за банями а теперь будут преследовать преследовать каждая транзакция каждая попытка дернуться будет непосредственно она она под финансовым мониторингом соединенных штатов со всеми вытекающими выводами и всем остальным а попасть под финмониторинг штатов это удовольствие сильно ниже среднего особенно если ты действуешь не на территории российской федерации а действуешь например в африке в той же или в других местах потому что американская система финмониторинга устроена просто любое движение хоть одного цента сразу становится понятным они все под контроль в результате у них возникнут очень сложные большие проблемы в зонах их традиционного действия там африка центрально-африканская республика мали и значит ремешок на шее затянется еще чуть больше безусловно они не прекратят свое существование от этого но знаете ли могут начать возникнуть возникать вопросы и возника ко всем их контрагент во всех сферах даже если они берут абсолютно мирную кампанию просят перевести четыре ящика 8 человек гражданский компания не подозревает же этого компания попадает под большую раздачу правительство стран с которыми они взаимодействуют та же центрально-африканская тоже мали и так далее мали у них-то знаете ли совсем другая история это не гражданская компания которая четыре ящика переводит у них международные счета корреспондентские правильно экспорты импорт и так далее спрашивают такой вот группировка имеете дело за которой мы так пристально следим а вот тогда эти правительства должны будет выбирать или вагнер или ссора с америка на уровне блокировки счетов и препятствия неэкономической экспортной импортной деятельности вот это уже совсем другая история то есть их зажимают ужимают и когда будет нужно зажмут они перейдут на черные серые схемы это меньшая легализация это бочки больше издержки издержки сложнее транзакции что там с продажи тех алмазов незаконно вырученных и всего-то всего остального тоже много вопроса возникает мы не можем оценить все последствия но мы можем сказать что гораздо сложнее станет вести свои дела до какой степени неизвестно но уже хорошо а кроме того это преследование всех всех ассоциированных лиц или всех членов этой организации за границ и это очень хорошо так вот дернулся куда-то в отпуск а тут раз иди сюда попытался прилететь на контракт где-то иди сюда еще что-нибудь женой с детьми попытался выехать секундочку иди сюда попытался с кем-то заключить какую-то сделку иди сюда причем и ты и те кто с тобой сделку класс по моему отлично ну вот смотри в продолжение темы упривожен если считать что это плохо складывающие дела но и внутри россии у него не блестящие он сейчас попал в новую перепалку теперь с гиркина вот ну как обычно ты кто такой иди воюй да я готов а ты мне дай заключил контракт он же ввязался рогозин который значит сказал гиркину давай давай хорош чесать языком тот ему ответил если я и пойду воевать составе оркестра так уж твое мнение об этом меня интересует меньше чем совсем ну то есть такое ощущение что их всех переводят в разряд ну понятно где находился и гиркин и рогозин но и пригожин спускается на уровень такого городского булку на потому что он на всех прыгает он со всеми значит ссориться до последовательно и в общем фраза пескова о том что киев но видимо ты лично готовит устранение пригожина это как многие расценили некая анонс некое объявление о предстоящей смерти за как ударим от драматург замечательный вот объявленная смерть такая уже пригожина вроде как уже практически закопали я имею ввиду не буквально еще пока но до этого действовать совсем чуть-чуть и в общем все ложится в одну в одну такую линию которая ведет его как говорил ираневская могилу вот так затяжной прыжок это жить ну вот он ближе ко второму поэтому как ты воспринимаешь и сколько ему даешь выхода нет в ситуации когда он объявлен персонам града везде и теперь уже частично в россии то есть его изолируют последовательно от разных общественных групп но и он проиграл аппаратную борьбу герасимов у него выхода нет как постоянно поднимать ставки это чисто вот уже такая папа и по его университетом который он проходил свое время целых девять лет вот но поднятие ставок она уже хорошо до тех пор показа со ставкой который ты ставишь могут последовать реальные действия рано или поздно исчерпать он не может предложить реальные действия которые например способны были бы сокрушить генераль или кого-то кадыра или золото или фсб или как кого угодно значит что значит нужно бросаться на второстепенный персонажей вот кто игорь иванович наш несчастный попал под этот самый под раздачу вся беда от которого была то что он давал ужасающий правом за российской армии обзывал путина последними словами ну тут я за этим спором я посмотрел немножко за этим спором это когда дядя который пытается говорить в уголовных понятиях говорить с дядей который пытается белогвардейских понятий говорить но это такой постмодерный сюр цирк такой вполне соответствующий духу со времен россии который ну похож на принцип провинциальную комедию не очень высокого пошиба всерьез это обсуждать ну какой смысл он развивали на стратегическую ситуацию это имеет смысл всерьез обсуждать как тенденция современной россии связано с тем же чем главой чувака вагнер и так далее какой-то момент он либо будет поднимать ставки и и поднимет так что он не в состоянии не будет ответить либо он остановится